Поздравляю вас с победой. Скажите, ваше резюме по матчу, насколько вам там игра понравилась с обеих сторон? Я не хочу сказать про качество игры, а то, что они показали характер, не отнимешь. Но «Спартак» хочу поблагодарить, просто молодцы. Любой счет был бы, я бы их не ругал. Честно говоря, мы грамотные люди. Под такой нагрузкой люди играют, физически очень устали. Даже сегодня он перетасовал состав, он дает отдохнуть и с «Брагой» тоже серьезная игра будет. Там «Зенит» и все это через три дня. Это я обращаюсь к Федерации футбола России, сидят там чиновники гребаные, которые просто чуят, когда составляют календарь. Но это так нельзя, сам понимаешь. Но это ладно, это отдельная история. А то, что касается сегодняшней игры, ну что, я благодарен ребятам. Я таких игр много провел. Я тебе сейчас в данный момент говорю не как игрок, не как эксперт, а как игрок. Я тебе серьезно говорю, и это дорогого стоит. Они на живых вырвали победу «Укрыльев» и вырвали с мясом. Поэтому, ну как их не отблагодарить? Да, можно найти массу замечаний в адрес некоторых футболистов. Но, в общем-то, картина мне не сна, что строится в принципе, я согласен, я долго об этом думал, все-таки строятся новые команды. Сколько она будет держаться, кого они еще подкупят, это другой вопрос. Но сегодня Спартрак показал хорошие зубы. Хорошие зубы и, откровенно говоря, на меня произвел очень приятное впечатление своим характером. – Джордан Ларса в первом тайме выглядел слабовато. Как вам его играл? – Ты знаешь, я тебе хочу, я же тебе про него рассказал. Он невидный игрок. Сегодня, между прочим, немножечко завидался в лучшую сторону за обмен. Обратил внимание? – На меня он впечатление не произвел. – Сегодня он моментами выглядел прилично, честно говоря. Ларсен – игрок, который нейтрализует соперника. В принципе, он может сыграть персоналку. Игрок такого защитного плана. Но факт того, что он оказался в том месте, где забываются мячи, надо отдать ему должное. Понимаешь? Как обычно решает футбольный чиновник, значит, мы не зря заплатили за него нормальные деньги, если он приносит очки в команду, в копилку. Нет, нормальный парень и, самое главное, не лентяй. Он работает и выполняет свою работу. Во всяком случае, я его, это мое личное мнение, я с Гулиевым его не сравнил, откровенно говоря. Не сравнил. Ларсен выше. Поэтому, ну и опять же, ты понимаешь, в чем дело? Меня потрясают другие вещи. Молодежь наша. Ну просто, ты понимаешь, меня трясет. Но опять же, фамилии одни и те же. Рассказов. Посудился к нему. Умяров. Когда нам мяч забили? Ответный. Вы что там делали? А не Ларсен там виноват? Там двух игроков. Там все они были виноваты. Что вы там затеяли у своей штрафной? Один обрез. Второй обрез. Короче, Умаров смотрит, как против него промчался по левому краю мужик. Ну, игрок. Да. Ноль внимания. Сопровождает его, стоя на месте взглядом. Просстрел. Где был на этом? Ты понимаешь? Вот это все. Вот я ждал этого, когда вы опять про это. Ну, а как же я его терпеть не могу? Ну, я могу объяснить кому угодно. Вот я как тренер говорю. Я терпеть его не могу. Так не играет в защите. Ну, давай я. Я насчет этого, между прочим, одного разговора с тобой позвонил Женьке Ловчеву. Знаешь, что он мне ответил? При Бескаре он близко в дубли бы не играл. Правильно Женя говорит. Потому что первый заповедь защитника – защита. А здесь он, ну, он же аферист. Как к нему я должен относиться? Это мне в Спартаке тем более. Ведь он что думает, что эти зоны будут перекрываться, он будет хамить на поле, обрезать и так далее. Поэтому я говорю то, что я вижу. То, что я вижу. То же самое адресовал бы и рассказывал. То же самое в некотором моменте. Сегодня я как будто в спячку пошел. Почему такие паузы при стандартных положениях? Ты где, парень? Проснитесь. Почему с твоего края делается прострел, а тебя близко там нет? Не рассказывай. Ну, ужасно вообще. Мы с тобой говорим, а потом накажут. Это хорошо крылья. Это хорошо крылья. Меня надоело это повторять. Понимаешь? Или давай так. Все хорошо, все нормально. Вроде бы ничего избирать не надо. Все, выиграли ребята и флаг вам в руки. Да нет. Ты меня спрашиваешь, я отвечаю свое мнение. Что я вижу? Понимаешь? Поэтому, ну, извини меня. А скажите, кто лучше сыграл, Умаров или Гулиев? Ну, я считаю, что Умаров сыграл, как сыграл, лучше Умаров. Но дело в том, что у парня совсем удар не поставлен. Я как раз вот сейчас давал интервью. Я думаю, а что делала детская юношка, спортивная школа там, где его воспитали? Почему у него удар-то не поставлен? Ни с левой, ни с правой. Как двинет в небесах. И позиция хорошая. Он играет центрального полу защитника. Как двинет, все в небесах. В чем дело-то? В чем дело? Ну, с тобой рядом мастер играет. Посмотри, как Шуллер играет. Шуллер, смотри. Справа одно движение оснарил, вторым бьет, и мяч все в точку летит. Это мастерство. А Гулиев, ну, Гулиев, он хулиган футбольный. Врезать может, подкат сделать, ребра посчитать. А, в принципе, игры вот такой творческой от него мало. Ну, это мое мнение, Влад. А вот про самого Шурли и про Мерзова как вам? Шурли сейчас уже не наелся немного? Вот я тебе говорю. Шурли набирает. Шурли, если бы он забил, у него было два-три момента просто прекрасных. И он все делал, Влад, по-футбольному. Согласен. Ну, так получилось. Получилось так. Ты понимаешь? Из игры он не упадал, что про Шуфудову. Нет. Молодец. Молодец. И сегодня выглядел более-менее получше, чем когда-либо Мерзов. Вне всякого сомнения стал прибавлять. Ну, прибавлять, потому что парень набирает физически. А дальше будет еще лучше. Мое мнение. И еще раз скажите про Александра Соболева, нападающего в Крыльев Советов. Сейчас он лучший бомбардир чемпионата России. Какое он у вас составляет впечатление? Нужно ли его брать в каком-нибудь стоп-клубах? Ведь многим клубам нападающего не хватает. Я понял. Соболев – типичный игрок, где надо, чтобы на него играли. Чтобы на него полкоманда работала. Это игрок абсолютно зависимый. А сам он ничего не делает. Он такой уволень, как в России говорят. Много сил, бесстрашный и так далее. Кидается в эти огневые позиции, в эти точки. Прикосновение с мячом ищет. Это не отнимешь. Но, чтобы его туда затащить, это надо на тракторе. И, конечно, его надо обслуживать. Под него надо, чтобы играл и Фернандо. Ну, образно говоря, там еще кто-то и так далее. Которые будут его снабжать нормальным мячами. Он будет уже туда вкалывать. Ничего особенного нет. Мы же с тобой судим по игре в команде «Крылья Советов». – Обратил внимание, когда Заболотный пришел из Тосно? – Я не понимал, зачем его убрали. – А в Тосно с Марковым. Они же вдвоем чудеса делали. – В первую очередь Марков. – Особенно Марков. Согласен. Они из чудеса. Они забивали такие мячишки. А попали в топ-клуб. – Оба пропали, да. По сути. – А потому что их надо обслуживать. А у нас, ты извини, до обслуживания еще далековато. Позицию выдержать по-нормальному. Вот сегодня Спартак, знаешь, почему выиграл? Он в частую переиграл «Крылья» в центре поля. А это все. Это закон фунгола. Когда-нибудь они треснут. И точно. Почему «Крылья» проиграли? Набегались. А мастерства не хватает в отдельных моментах. Набегались физически. Уже там не успели, там не успели, там опоздали. Все, парень, вынимай. Вот и все. Все очень просто. Вот примерно так. – И опять еще Максименко порадовал. Нужный момент. – Максименко, я тебе говорю, вот мне сейчас из Ленинграда звонили. Я говорю, так и напишите. На наших глазах мне так кажется. Я мало ошибаюсь. Очень мало. Не знаю, интуиция или у меня. Или, может быть, на самом деле, я какой-то кудесник. Но я могу тебе одну вещь сказать. Мне они говорят, Ваня Ильич, вы все время угадываете. Почти все. Вы как говорите, угадываете. Я говорю, а что я здесь угадываю? Это футбол. Все очень просто. На наших глазах вырастает второй Яшин. Я тебе серьезно говорю. Максименко – второй Яшин. Единственный у него пока изъян – это моментами на выходах. Он ошибается. В воротах, на линии ворот стоит ну просто чума. Реакция сумасшедшая. Ну, ты сам видишь. – Да. – Ты сам видишь. – Радует. – Он просто… Да. И когда мне говорят, что он выручает, тогда я хочу обратиться к Джиге и Джиге. Ребята, а вы чем там занимаетесь? Почему у вас по телевизору всех хвалят Максименкова, народ хвалит, значит, довели игру сзади так, что у вас лучше Максименкова? Позор! Это вам упрек. Максименков мы разберемся с ним, что он себя представляет. Лучше было бы так, что он играл спокойно на воротах и делал свое дело. А вы все время делаете так, что заставляете его делать такие чудеса футбольные. Это неправильно. Так такого не должно быть. Это я обращаюсь к двум центральным защитникам. – Ну, если вы в прошлый раз выражали уверенность в победе Спартака с нужным счетом над Брагой, сейчас та же самая уверенность есть? – Я абсолютно уверен, что Спартак их обыграет. Но опять же, ты понимаешь, если надо впереди поставить слово «если», если Спартак будет полная самодача, примерно, какая? Такая, как Спартак сегодня сыграл по характеру с крыльями и прибавить еще надо. Ну и, конечно, такую, как второй тайм, особенно с СССР. Если вот эти два качества проявит Спартак с Брагом нечего. Нечего? Вспомнись, мы с тобой уже будем общаться по телефону. Так что ты мне позвонишь и скажешь, что я тебя поздравляю. Ты прав. Сто процентов. Два мяча – Спартак отыграет. – Ну, я буду рад это сказать. – Мы все будем рады. Но все. Для этого есть все предпосылки. Я вот звоню Юрке Гаврилову, с ним разговаривая. «Как ты считаешь?» Он говорит, что ты абсолютно прав. Эту команду надо раздевать до жопы. Гаврилов говорит, что эта команда вообще играть в футбол не умеет. Я говорю, что она четвертая была в Швейцарии. Он говорит, что там в Швейцарии? – В Португалии. – А, в Португалии. – А, в Португалии. – А, в Португалии. – А, в Браге. – Ну, тогда это Португалия, а не Швейцария. – Ну, Португалии. – А, в Португалии можно в два шага бойцов. А потом амазонка начинается в джунглях и не поймешь, что. Все, цивилизация кончается. Четыре команды – «Спортинг», «Бенфика», «Брага», «Брага», «Вискенда». Там три команды, которые на что-то претендуют в Европе – «Спортинг», «Порта» и «Бенфика». А «Брага» – так, что так и дело. – Спасибо большое, Олег Леонидович. – Пожалуйста, Влад. Пока. – Всего хорошего. До свидания.